С увеличением дальности ракет и мощности выводимого гроза на орбиту стало возможным в 1957 году произвести запуск первого искусственного спутника Земли. В 1961 году мы уже имели возможность в начале года выехать на полигон с тем, чтобы произвести пуск с человеком на борту и возвратить этого человека на Землю, но сделать всего один виток. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. За этим событием наблюдал весь мир. Однако мало кто знал о ключевой фигуре, благодаря которой данный полет стал возможным. Уроженец Азербайджана генерал-лейтенант Керим Керимов за участие в подготовке Гагарина в космос был награжден орденом Ленина. Его называли легендой космоса. Без этого человека невозможно представить развитие космонавтики в целом. Про него мало говорили, однако именно он отправлял в космос все экипажи советских космических кораблей. Именно этому генерал-лейтенанту на космодроме Байконур с 1966 по 1991 года докладывали о готовности к полету, и ему же отчитывались о выполнении задания после приземления космонавты. Товарищ председатель Государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союзный М4» к полету готов. На мотив экипажа полковник Уток. Желаю вам успешного выполнения программы полета и благополучного возвращения на родную технику. Спасибо. Долгое время его никто не видел в лицо, знали только в правительственных кругах. В телерепортажах его показывали только со спины. О имени упоминалось в средствах массовой информации. Оно было строго засекречено. Гриф «Совершенно секретно» был снят лишь в 80-х годах. Произошло это благодаря народному артисту Азербайджана, известному режиссеру Васифу Бабаеву, который в 1987 году снял о Кериме Керимове фильм для центрального телевидения. Даже дочка его, она рассказывает, что у меня даже в фильме это есть, что она долгие годы не знала, что это он, это он отправляет космонавтов и встречает космонавтов. Он контролировал всю космическую систему Советского Союза. Понимаете? Все заводы, которые работали на космос, все это было под его началом. Гагарин он отправлял в космос. Понимаете? Он был начальником главного управления ракетных и космических средств Советского Союза. Деятельность Керима Керимова находилась в центре внимания американского космического агентства НАСА. К нему безуспешно искала подходы ЦРУ. Герой социалистического труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий, 25 лет он возглавлял Государственную комиссию по пилотируемым полетам космических кораблей и станций. Он пережил триумф Гагарина и гибель Комарова, взлет Востока-1 и затопление своего детища, станции МИР. И несчетное количество раз в критических ситуациях именно он принимал единственно правильное решение. Ваше спокойствие, Ваша уверенность специалистов в технике передавалась всем, в том числе и компонавтам. Это, конечно, очень важно перед такой большой работой. Мы все признательны Вам за добро, которое Вы несете знаниями, опытом. Несмотря на высокую должность, Керим Керимов до конца своей жизни оставался скромным и дружелюбным человеком. Он никогда не отказывал в помощи, а пользовался уважением среди коллег, которые отмечали существенный вклад выдающегося азербайджанца в деле освоения космоса. На родине к выдающемуся соотечественнику относятся с большим уважением. Керим Керимов же никогда не забывал о родном Азербайджане. Он всегда принимал активное участие в жизни азербайджанской диаспоры. Живя много лет в Москве, никогда не терял связь со своим народом, встречался с земляками, помогал им. А когда спустя почти 40 лет ему удалось вернуться в отчий дом, он не сумел скрыть эмоции. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, посвятив многие ее годы освоению космоса, задачи, имеющие всепланетарное значение. И особое внимание он отделял развитию космической сферы именно в Азербайджане. Азербайджан Вся жизнь Керима Керимова была неразрывно связана с космосом. До конца своих дней он был верен делу всей своей жизни. Он любил повторять, что космос – наше будущее, и прилагал все усилия, чтобы сделать будущее настоящим. Азербайджанский режиссер Василь Бабаев, снявший два документальных фильма про Керима Керимова, уверен, что его деятельность будет жить еще не один десяток лет. Но его жизнь, его деятельность не закончилась. Еще мировая общественность и космонавтика советская, зарубежная будут о нем писать, снимать фильмы какие-то, книги выпускать о нем, понимаете? Обязательно будет, потому что один фильм не исчерпал его мощь, его силу, его знания, понимаете? Керима Керимова не стало в 2003 году, и по сей день его имя неразрывно связано с освоением Вселенной. В этом году легенде космоса исполнилось бы сто лет. Эльмира Мусазаде, Али Алиев, Сибисим. Эльмира Мусазаде Эльмира Мусазаде